Приветствую любителей предметно-материальной истории. В предыдущем ролике я обещал поделиться с вами рецептом для удаления различных дарственных надписей с поверхности фарфоровых предметов и показать процесс. Вазу от лишних надписей я уже очистил. Все личные данные предыдущих владельцев на вазе обнулены и результатом я весьма доволен. Отсутствие знаний и навыков по удалению надписей на фарфоре вынуждает большинство любителей антиквариата вместе с предметом хранить и информацию о предыдущих собственниках. При этом интернет предлагает множество различных способов удаления дарственных надписей с поверхности антикварных фарфоровых предметов. Все эти способы имеют свои плюсы и минусы, причем минусов больше чем плюсов. Следует учитывать, что не все надписи можно удалить бесследно. На поверхности предмета остается едва заметный след от букв и если присмотреться, изменить температуру предмета и покрыть его испаренной, то можно прочитать эту надпись без труда. В наших опытах мы пробовали удалять дарственную надпись, выполненную золочением различными методами. Механический способ при помощи бормашины и различных мягких насадок был исключен сразу, так как на гладкой поверхности фарфора мгновенно остается след от вращательных движений бормашины. Использование различных паст для полировки тоже не дало результатов, так как пока стирался весь толстый слой золочения полировальной пастой, повреждалась за это время и поверхность глазури. Химические методы более эффективны. Если надпись выполнена золотой краской, то можно использовать смывку для краски. В этом случае, возможно, не останется следов от надписи. На моей вазе одна надпись была нарезана алюминиевым диском, а другая выполнена горячим золочением. Если первая, выполненная алюминием, легко удалилась соляной кислотой, то с надписью, выполненной горячим золочением, пришлось пройти по знакомым ювелирам и выпросить пару кубиков кислоты для растворения золота. В итоге я получил небольшое количество требуемого раствора под названием царская водка, подготовил специальную кисточку из стекловолокна, нерастворяемую кислотой и приступил к процедуре отмывки. Весь процесс занял около шести часов. После отмывки от первой надписи, выполненной алюминием, остались следы диска на поверхности глазури. После отмывки второй надписи, выполненной золочением, тоже остались следы. Вероятно, во время термообработки при нанесении надписи происходит изменение слоя глазури. Ну а кроме того, вазу мыли, она изменяла свой цвет под воздействием солнечного ультрафиолета, а фарфоровая поверхность под защитным слоем золота не подвергалась внешним воздействиям и была немного другого цвета. Чтобы избавиться от следов дарственных надписей, окончательно нижнюю часть вазы полирую пастой для стекол мобильных телефонов. Полировка позволила выровнять слой глазури в местах нанесения надписи и получить идеально гладкую поверхность. В результате на поверхности нижней части вазы, даже тот, кто знает, где были надписи, не сможет обнаружить их следы. В верхней части вазы надпись не содержит личных данных, поэтому решил ее сохранить. Учитывая ваши диаметральные аргументы в комментариях, удалять или сохранять надписи на антиквариате, думаю, что это зависит от личных предпочтений и планов по дальнейшему использованию предметов. А обладание знанием, как бесследно обнулить на фарфоре личные данные неизвестных предыдущих собственников, позволит вам выбрать, удалить или оставить эту вазу, а также другие предметы можно приобрести, либо предложить к продаже свои ценности в одноименной группе «Антикварный ареал» ВКонтакте. О ролике я снимаю в отеле «Бристоль Краснодар». Здесь гостей окружают предметы современного искусства и антиквариата. При желании и возможности эти предметы можно увезти с собой. А у входа гостей встречают и провожают два веселых далматина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежий ролик о жизни антикварного ареала и его обитателей.